Население России массово зомбировано. Поэтому, когда они нам рассказывают на своих ток-шоу страшных, что мы нанесем удар по украинским складам, дай бог, если одна ракета попадет, это может кончиться концом России вообще-то на секундочку. Ситуацию, в которой женщин призывают, я себе не могу представить даже технически. Первый боец в Украине будет Владимир Зелянский. Вот это политик, который претендует на лидера нации. А вот это несчастное пузатое существо, которое отсиживается в Польше и грозит пащем, что у то я приеду и вступлю в переговоры с этим самым, с правоохранителем вам все станет плохо. Он кто угодно, но не лидер нации. Алексей, вот с чего я хочу начать. Наши с вами эфиры, не знаю, это хорошо или плохо, но они постоянно появляются в российских ток-шоу. Особенно, мне кажется, неравнодушно к вашим высказываниям госпожа Скобеева. Как вы, может быть, подытожите этот год в эфире российских каналов? Свой год в эфире или наш год в эфире российских каналов? Я даже не знаю, что сказать, но какие-то влезут стандартные фразы, типа пропаганда, они с ума сошли, они создают ложную реальность, гипнотизируют несчастный российский народ своими ток-шоу и так далее. А мы тут свободные и самые хорошие, а они самые плохие. Ну, что я могу сказать? Ну, примерно так. Как вы думаете, в принципе, вот когда слова какие-то вырываются из контекста и, в принципе, это все подается на российском телевидении, насколько это действительно настраивает большой российский народ против... Они же там зомбированы, это миллионы и множество доказательств на все воды и на уровне личных. Когда люди говорят, что родственники уехали там в Россию, да, и через год с ними невозможно общаться. Они пишут, что вы фашисты, сволочие негодяи, хотя до этого была дружная семья и так далее. И заканчивая, замерами социально... социологическими замерами в России и зависимыми, и независимыми, которые показывают отношения к Украине, например, к Соединенным Штатам и так далее, и так далее, интервью, которые у людей берут. Все возможные выборки от научных до случайных, от личных до официальных говорят о том, что население России массово зомбировано, в массе своей. И самое интересное, что они с удовольствием зомбируются. Они как бы за. Они по принципу, ах, обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад. Ну, а такие люди, как Скобеева, Соловьев, заслуженно работают на зомбирование собственного народа. И я так понимаю, они себе говорят на войне, как на войне. То есть мы знаем, что мы врем. Ну, это же война. За выживание матушки России, значит, можно. Можно врать. Ну, знаете, вот мне кажется, я на самом деле редко смотрю, точнее, российское телевидение я не смотрю, а смотрю в Ютьюбе какие-то определенные передачи, ну, чтобы врага надо знать в лицо, да. Мне кажется, что, я не знаю, есть ли там такой рейтинг украинских антигероев, но если раньше это были, знаете, какие-то мифические визитки Яроша, там, например, партия «Свобода» уже давно не представлена в парламенте, и, в принципе, не так уж часто ее представители встречаются на каких-то каналах, но, тем не менее, они всегда какие-то националистов каких-то выискивали. Мне кажется, что вы сейчас вот перехватили инициативу основного антигероя. Может быть. Я специально к этому не стремился, я просто всегда говорил то, что я думаю. Видимо, им этого хватает с головой, потому что думаю я про них достаточно нелицеприятно. И в отличие от ситуации до 1917 года, когда я чуть ли не сознательно вел пропаганду против них, ну, оно и понятно было, они против нас, мы против них, война, нормально. Сейчас я просто говорю то, что думаю. И как я действительно считаю. И это, как видимо, оказалось гораздо болезненнее, чем когда я пропагандировал. Вот это вот парадокс, самый забавный, потому что их правда как бы бьет гораздо сильнее, чем любая выдумка пропагандистка. Зрители начали писать. Я благодарю вас. В основном это пока поздравления с наступающим Новым годом. Спасибо большое. Мы вас тоже. Я, извините, что от двоих сразу. Нет, я тоже поздравляю всех с Новым годом. Мы ценим наших зрителей, поэтому ради них мы и приходим каждый четверг сюда, чтобы пообщаться с ними. Итак, я прошу быть активней в ваших вопросах. Первый, ну, это так очень коротко. Алексей, как вы думаете, Феофан Прокопович не перевернулся ли в гробу, когда вы называли его украинцем? Нет, он точно был украинцем. Более того, он реализовал украинский проект борьбы. Он боролся с католичеством, с польским влиянием. И когда он выбирал, кто может возглавить эту борьбу, на кого можно опереться, он придумал, что вот эти вот дремучие люди из Москвы с бородой, с кашей в бороде, они вот такие вот прямолинейные и очень торчливые. Ну, сделаем на них ставку. Внушим им там Россию. Он же как бы обманывал их, потому что что такое Руси? Это Русь по-гречески. Какая она была, Русь? Кто-кто, а Прокопович прекрасно знал, что они не Русь, а Русь здесь. Он им навязал украинское название, по сути. Нас. Русь-Украина. Он им навязал. Он говорит, давайте империей поразглашаться там и так далее. Это была такая украинская программа, на самом деле, благополучно. Московитый народ был простодушный, они всему этому поверили и все это приняли. И в результате Российская империя оказалась Украинской империей, на самом деле. И Советский Союз был Украинской империей в значительнейшей степени. Все основные достижения, за ними стоят украинцы. Просто по фамильному, по происхождению, куда хотите. Военные достижения, научные достижения, начинается создание Академии наук Российской. Церковная, вся церковная доктрина, догматика – это результат великого раскола. Никон был учеником украинской школы православия. Поэтому как бы все люди, которые туда приезжали, занимались переводами, занимались наукой в рамках церкви, теологии и так далее, обрядом и всем остальным – это все украинцы. Выдающийся, наиболее выдающийся деятель России, наверное, нового времени – это Петр I. Такой Мазепа был его дядькой. То есть фактически он был старшим товарищем, который обучал всему. И, как пишут российские источники, обучал польскому обращению. Знаменитая газета, которую выпустил Петербургские ведомости, это же наследование Мазепы. Мазепа же открывала типографию в Украине, он открыл ее в России по просьбе Петра. Помог и так далее, и так далее. Поэтому был шок, когда Мазепа предал. Когда прямо доложили Петру, что Мазепа типа предал, он же никак не мог поверить. Потому что он мог поверить в предательство кого угодно, только не старшего товарища, который заместил ему отцовскую фигуру. То есть Мазепа была отцовской фигурой для Петра. Вот в чем все дело. Второй орден Андрея Первозванного – высшая награда Российской империи у кого? Мазепа. Первый там воевода какой-то, я уже сейчас не помню, за оборону Смоленской, а второй вручили Мазепе. Никто из русских его не получил, получил Мазепа. И когда второй стрелецкий бунт, говорят, спасли потешные полки, это брехня полная, ее знают, развеяли и прекрасно знают российские источники, что Мазепа с тысячами казаков как раз успокоил стрельцов и позволил вообще Петру состояться. И России в Петровском варианте состояться. Наше влияние на российскую историю определяющее. Российская империя, в значительной степени Украинская империя, и Советский Союз, и в значительной степени Украинский Союз. Понимаете, да? И Прокопович с самого начала прекрасно знал, что, куда и как им рассказать, чтобы вот они в это пустились, в это поверили, этим занимались. Проблема не в этом. Проблема в том, что мы в современной Украине не хотим этого признавать. Это одна из самых наших главных ошибок, внешнеполитических и исторических. Если бы мы честно сказали, да, это наша история, наши достижения и наши же недостатки, то сразу бы все пошло так, как надо. Ну, тогда на себя нужно брать не только за заслуги, но и за ответственность. Конечно, да. А вот это уже не хочется. Хочется, чтобы заслуги все украинцы зробили, а провалы, все клятия москалей. Так не бывает. Тут надо честно и туда, и туда. Понимаете? Вот история с афганцами, да. У нас 27-го числа был ввод войск в Афганистан очередная, и начинается. Вот этот предсволочий убивали несчастный афганский народ. Пятая, десятая, ла-ла-ла. И одновременно эти же люди говорят, ну, посмотрите, в списке героев Советского Союза за Афганистан две трети украинцы, украинские фамилии. Вот какие мы, мол, классные вояки. Так вы определитесь, или вы убивали мирный народ, или вы герои Советского Союза, и как к этому относиться, и так далее. Ну, в общем, это украинская уже шестофрения. В этом смысле мы ничуть не менее обрехливые, чем Скобеевы. Просто мы, как бы, у нас это растворено в целом, по отдельным активистам. А в России это выражено Скобеевой и Соловьевой в персональных фигурах, которые вот врут с экрана, конкретно у нас. Это просто общий тренд. Так принято думать. Так принято считать. Так, я еще раз, я внимательно слушаю Алексея, но я опускаю глаза и смотрю на ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, не считайте, что я делаю что-то некультурное. Да, кстати, еще один момент. Я просто, Алексей, пользуюсь случаем тем, что когда мы с вами, нас всегда смотрит большое количество людей. Я просто периодически в некоторых эфирах, которые у нас идут в записи, некоторые слова запикиваются. Это не потому, что это не цензурная лексика. Я тоже себе в эфире такого не позволяю. Просто алгоритмы Ютуба таковы, что некоторые слова, которые они считают связанными с агрессией, они потом просто блокируют видео, и эти слова приходится запикивать. Поэтому, если вы услышите, что кто-то из ведущих запикан, то это совсем не связано с нашей нецензурной лексикой. Итак, большое спасибо, что вы пишете. Большое спасибо, что вы поздравляете нас с праздниками. Это очень-очень приятно. Ну, все-таки еще и пишите вопросы. Вот один из них я читаю. Вчера Путин встречался с Лукашенко. Путин давит на проведение военных учений в Беларуси с марта-апреля. Лукашенко боится, что Путин... Это вопрос. Лукашенко боится, что Путин начнет провокации. И тут же был вопрос, может ли быть нападение России на Украину со стороны Беларуси. Я думаю, что Путин очень хочет стянуть Беларусь в подобный сценарий, потому что ему всегда выгодно оказаться не единственной страной-агрессором, во-первых. А во-вторых, вообще в идеале в роли миротворца. Самый идеальный вариант для него это украино-беларусский конфликт, в который они пришли миротворцам, спасли Европу от европейской войны и двух сумасшедших стран Украины и России. Мудрая Россия, снова по грузинскому варианту. Только в роли Южной Осетии, Беларусь. И я думаю, Лукашенко это прекрасно понимает. И так это думает, оно мне надо, честно говоря. И пытается отпетливать. Насколько он отпетляет, неизвестно. Ситуация сложная, потому что Путин же разразился вот этими всеми грозными заявлениями и ультиматумами уже после созвона с Син Цзиньпином, с китайским лидером. То есть у меня большое подозрение, что Китай и Россия синхронизировались в своем давлении на Запад. И это усугубило ситуацию. Потому что пока этого не было, синхронизация, было как-то проще. И Западу, и нам. Сейчас сложнее стало, но тем не менее, как бы понятно, что сейчас пойдет серия-серия консультаций, и по ее результатам будет уже понятно, куда поедет сценарий. Или в военный, или в холодный мир, или еще в какие-то попытку договориться, что что-нибудь такое. Опять же, вопросы от наших зрителей. Так, секундочку, вопросы появляются. Я забыл сказать. Вы пока ищите, а я договорю. И батька в этом смысле в очень сложной ситуации, потому что, первое, китайские интересы представлены Беларусь. Все двойное давление сейчас испытывает. Во-вторых, как бы, ну, учитывая, что такая коалиция собралась в лице Пекина, России, как бы, да, там уже особо сильно сопротивляться сложно. Ну, вот вопрос, чему же Путин шантажевать Украину и Европу США, что нападает на Украину, чтобы посадить европейских лидеров, краин и США посадить за стил переговоров с ним? Ну, мы видим, что уже так, собственно, и происходит. Я задам, исходя из этого, другой вопрос. Как долго это будет работать? Ну, сейчас мы находимся в кризисе, который похож на Карибский по масштабу. Это значит, что в России и Запад, и Китай зашли в сумму противоречий, как, по крайней мере, одним из них кажется, но этого достаточно, это кажется Россия и Китая, после которых они не могут существовать дальше, так как существовали. Россия, кажется, что ее интересы задеты коренные, интересы безопасности. Но выкатывает ультиматум Западу и говорит, что вот держите меня семеро, а я сейчас буду устраивать новый Карибский кризис, если вы на него и пойдете. Китайцы так хитро подмигивая, говорят, а нас там тоже интересует Тайвань, а-ла-ла-ла, и вообще мы с Путином совместно. И Запад стал перед, особенно США, стали перед перспективой тайвань, тайваньский кризис, украинский одновременно. Главным преткновением Запада и России служит Украина сейчас. И вот они вступают в цикл переговоров, которые до 10-го, 13-го числа должны произойти. Сейчас вот звонок вчера президента Байдена президенту Зеленскому, сегодня звонок президента Байдена, президенту Путину, точнее Путина Байдена, и так далее. Будет целый ряд консультаций, о чем-то они будут договариваться 10-го, 13-го числа, о чем никто не знает. Понятно, что Запад не примет, ну как, не знает, кто знает, но пока не говорит. Понятно, что Запад не примет ультиматум, потому что это отменяет смысл существования НАТО и так далее, и так далее. Какова возможная степень компромиссы и будет ли она вообще, никто пока не скажет. И тогда возможны сценарии. Допустим, они договариваются более-менее и между собой. И наступает холодный мир такой. Или не договариваются, это здравствует полномасштабная война. Или какая-то военная акция России против Украины гарантирована. Я слушала на днях интервью, наверное, сегодня, даже интервью Марка Фегина и Аркадия Бабченко. И там Бабченко говорила о том, что Путин обязательно нападет на Украину. Вопрос, когда. Это может быть сейчас, это может быть через месяц, через полгода и так далее. Но, собственно, как я его поняла, на его взгляд, решение это принято. На ваш взгляд, все-таки, если Путин будет нападать, то когда ему выгоднее это сделать? Связано ли это опять с Олимпиадой в Бекине, с ценами на нефть? Ну, во-первых, я не считаю, что он гарантированно будет нападать. Зависит это от переговоров, которые сейчас идут и пройдут. Там вполне возможна ситуация, когда предпочтут очень холодный мир, лучше самый горячий, самый плохой холодный мир, лучше самой лучшей горячей войны. Сколько продержится этот мир, это большой вопрос. И вполне может, что сложится ситуация, когда в Кремле решат, что все-таки надо немножко повоевать, потому что мир не действует, или Запад не так его выполняет, или Украина не изортачилась, и так далее, как им будет казаться, я сейчас говорю на языке Кремля, и так далее. Возможно, они не договорятся, тогда ситуация, начиная с 14 января, становится не то, что горячей, а пылающей становится, раскаленной, потому что нападение тогда уже, возможно, в любой момент, в любой час. Вообще, просто в любой момент, начиная с того, как они 13-го не договорятся. Ну, и понятно, что там, конечно, во-первых, Россия последние 3 военные акции, или 2 начинала, 3 начинала во время Олимпиад, почему бы не начать 4-го, учитывая, что Путин будет рядом с Цзиньпином, западных лидеров там не будет, прямое давление оказать они не смогут, и эти 2 товарища смогут выйти с одной позиции, которая в очень неприятное положение поставит Запад. Если еще китайцы начнут Тайвань тогда, для каких-то маневров для Тайваня, угрозы, то будет совсем тяжело. Ну, мы все это понимаем, если мы это понимаем в этой студии, то это прекрасно понимают, и на Западе, и на Банковой, и везде, где только можно, и, соответственно, готовятся, сценарии есть. Позиция Запада определенная, они готовы разговаривать, они внесут свои предложения, они будут носить закрытый характер, они их не собираются высказывать, но я не сомневаюсь, что Россия не выкинут это в прессу, так или иначе. А может и нет, потому что неудобно будет. И как бы они предупредили, что основой этого договоренности Запада является безопасность Украины, потому что если она будет нарушена, то ответ будет, ни о каких договоренностях не идет речи, а во-вторых, Запад будет ломать украинскую, вернее, российскую экономику через хребет, просто ломать и все. И окажет, соответственно, военно-техническую, военно-политическую помощь, финансовую помощь Украине. Вот это, как бы, позиции, с которых вступают стороны в переговоры. Россияне говорят, темилитаризация Украины, никакого НАТО здесь вообще, не вступление, гарантия, там и прочее, прочее. А мы там, вот натовских войск, не размещение НАТО во всех странах, которые вступили туда после 97-го года, кроме самих национальных контингентов. Когда Блахартия, Россияна это подписала, которая заложила принципы их отношений. А сейчас, как бы, а западная позиция тоже уже нам обозначена. Я, в принципе, не очень много вижу точек для соприкосновения. От политиков требуется изрядное мужество для того, чтобы прийти к такому соглашению. Но проблема есть такая, называется, проблема добросовестности сторон международной дипломатии. Заключается проблема в том, что стороны, вступая в переговоры, даже если они 10 лет длятся, обязуются не предпринимать действия друг против друга, которые мешают предмету переговоров. Так вот, Россия последовательно нарушает этот принцип. И вопрос, насколько им можно верить даже сейчас в отношении каких-то гарантий заключенных и так далее, это очень большой вопрос. Я за год, так как и убедился, что верить Россия нам нельзя вообще, от слова совсем. Они никогда не выполняют то, о чем договорились. Никогда. Прописью никогда. И какой союз с ним заключать, о чем можно договариваться, я понятия не представляю себе даже. Ну, любая попытка лучше, чем полномасштабная война. Так могу сказать. Тогда по такой логике, допустим, достигнут какого-то компромисса в начале января между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, потом встреча Россия-НАТО, которая уже... На ней и будет заключаться вот это соглашение. 10-го, 13-го числа. Три встречи подряд будет. Путинская Россия не привыкла, как вы говорите, выполнять свои обещания. Но ведь те компромиссы, на которые пойдет Запад, они в любом случае, мне кажется, частично должны будут быть выполнены в Украине. За счет Украины. Ну, это может быть, о чем речь идет? О том, что здесь снизится военная активность НАТО, например. Там количество учений и прочее, прочее, чего требует Россия, потому что она очень испугалась и показалась, что идентификация отношений с Украиной такая, что в России начались называть нас неформальным членом НАТО. То есть уже 26 военных учений с НАТО в течение года, ну, как бы, они там сильно задумались. И они все время возрастают по масштабу, содержанию и качеству и по сценариям. Но я, честно говоря, не очень много вижу возможностей для компромисс. Потому что для Запада оказаться в ситуации, когда они подписали договоренность о России, их нарушило, это невозможно. Невозможная ситуация. Получается, что они прогнулись, как военно-политический блок под действием третьей сил. Альянс был создан для того, чтобы не прогибаться, оставить коллективность в интересах. Их еще и обманули. Это очень тяжелый политический кризис на Западе. А Запад и так сейчас далеко не в лучшей форме политической. Соединенные Штаты, Европа и так далее. С другой стороны, да, я представляю себе реакцию в Украине, когда начнут разберутся на счет, условно говоря, или за счет сокращения сотрудничества с НАТО и так далее. У меня прогнозы не очень благоприятны, потому что я не вижу предмета для компромисса. Как бы, ну, продавить нас на выполнение Минских соглашений, ну, так мы рады всегда их выполнить. И так мы так, они очень плохие для Украины, негодные совершенно. И тот, кто их подписал, он нанес удар в сердце как-то исторической судьбы Украины. Но мы готовы все равно их выполнить, потому что это международное обязательство, других нет и так далее. Но они же начинают с чего? Прекращение огня, разведение войск и так далее. Пойдет ли на это Россия? Ой, я сильно сомневаюсь. Для этого они делали две дырки на Баку, чтобы ЛНР, ДНР, так называемый, чтобы потом вот так вот слить все это под гарантией безопасности. Проблема в том, что Россия не верит Западу, Запад не верит России. Найдут ли они какую-то почву? Украина тоже имеет свою позицию. Сильно сомневаюсь. Я пессимист. Я думаю, они не договорятся. А это означает военный сценарий в том или ином варианте. В каком? Надо будет посмотреть. Это не обязательно означает полномасштабную войну, но провокацию там ЛНР, ДНР, там со стороны так называемых ЛНР и ДНР, где российские войска будут действовать под видом, значит, молодых республик. Там попытка устроить Минск-3 и заставить нас снова выполнять. Вполне может быть. Ну и там дальние телодвижения, которые уже не касаются Украины непосредственно. Например, ядерное оружие в Калининградской области усилится. Какие-нибудь войска российские в Венесуэле, войска российские на Кубе, войска российские в Никарагуа. Симметричный ответ. Но вы придвинулись к нашим границам, а мы к вам придвинемся. Ну такая новая холодная война. Вопрос, вытянет ли Россию эту холодную войну, я очень сильно сомневаюсь. Тут достаточно много вопросов по поводу возможных боевых действий. Вот о том, возможно ли технологически с Российской Федерацией нанести удары, например, по Киеву? Возможно, конечно. Но у них есть ракеты Калибр, у них есть ракеты Искандер. Но проблема в том, что их очень мало. И учитывая, что они наводятся по российскому ГЛОНАССу, они очень неточные. Есть госпиталь в Сирии, куда они наносили удар в погодку крылатыми ракетами типа Калибра. Две ракеты долетело из пяти запущенных, Они с моря запускали? Да, из пяти здесь Каспийского моря. То есть они пролетали на территории Ирана, потом дружненько в Сирию прилетели и так далее. Я сейчас не помню, могу ошибаться, но так или иначе. Пускали тысячи за две. А или из Средиземного моря. Ну в общем, сейчас это не так важно. Важно, что одна ракета попала в стоянку перед госпиталем, на парковку, а вторая за, на пустыре за пределами госпиталя, в госпиталь так и не попала. А госпиталь это площадь территории три квадратных километра. То есть вот точность этих самых. Поэтому когда они нам рассказывают на своих ток-шоу страшных, что мы нанесем удар по украинским складам, я думаю, что они, дай бог, если одна ракета попадет куда-нибудь, то уже будет хорошо. Если, грубо говоря, они там, например, я не знаю, целятся по офису президента или Верховной Раде, а попадут при этом в жилой дом в центре Киева, то я думаю, что тут разница не большая. Разница будет большая. Заключаться она будет в том, что количество людей, желающих мобилизоваться, добровольно Украине подскочит процентов на 15 сходу после одного такого попадания, после двух на 30, и в конце концов их будет встречать уже такое огромное море озлобленных людей. Потому что вид убитых мирных жителей, российское крыло это ракеты, это же украинцы в этом смысле народ очень предельно конкретно. И у меня была беседа с одним очень продвинутым российским экспертом недавно, да, и он сказал, что, ну, он больше человек, человек свободного мира, но паспорт у него российский, скажем, Павлом Щелина. И он сказал, что то, что его поразило по приезду в Киев, что по украинцам видно, что они не боятся. Вот, но он говорит, это очень сильно кидается в глаза. В Европе видно, что люди боятся, в Штатах боятся, боятся в России, в Украине не боятся. Так вот, мы не только не боимся, мы еще можем озлобиться очень сильно. Тут достаточно количество и так злых людей, рексов таких, которые за 8 лет очень хотят дотянуться до глотки российского солдата. А уж если они начнут бить по мирным жителям, ну, можете представить, что будет. Поэтому, ну, понимаете, ну, это что же, это все огромный блеф, мы с вами говорили, у них все ракет типа Калибр, чуть-чуть больше 60, по некоторым данным 65. Все они стрелять не могут, иначе чем они будут противостоять страшному НАТО, который в одном залпе выпускает ракет раз в 100 больше со всех своих носителей, чем есть у России. Ну, надо же говорить, что оно не планирует воевать с Россией. Да, но оно же, Российская Федерация планирует воевать с НАТО, вот там дело. Поэтому все они отстрелять не могут, они там минимум половину оставят. Ну, 30 полетит, но так они по серии выпускали штук, как 20 этих калибров, попали 5. То есть, это причинит нам, конечно, какой-то там ущерб, но с военной точки зрения он будет ничтожен, на нашу боеспособность практически не повлияет. И все равно доделывать все придется наземными войсками. Поэтому все эти бесконтактные войны, которые нам обещают там прилететь страшно российская авиация, запустят ракеты, не заходя на нашу территорию, ракеты полетят, авиационные, ну да, ну они поломают три моста, две электростанции, там сожгут два склада с горючим, там подорвут два склада с боеприпасом, это самый благоприятный для них сценарий, но это нанесет нам какой-то ущерб. Не сможем ли мы сопротивляться? После этого сможем. Если они ограничатся бесконтактным ударом, без захода сюда войск, ну нам есть чем ответить на самом деле. Есть, и они это знают прекрасно. Ну как бы и народ Украины должен знать, что мы знаем, как им ответить, как и чем ответить. Поэтому как бы ну я говорил это трижды, моя оценка это авантюра. Если они на эту авантюру готовы пойти, это значит только но. Они настолько оторвались от реальности, что просто неадекватно оценивают силы сторон. А в армии и в военном деле есть только две. Ошибки, которые непростительные, которые все ломают. Недооценка противника и переоценка себя. Вот. И вот они как раз в эти ошибки попали. Ну так мы их протрезвим тут очень быстро, как только они придут. Моментально. Трезвость наступит в течение первых трех дней. Они сразу поймут, куда они вляпались. А Запад поможет. Вот конец этой всей российской истории. Проблема в том, что очень многие говорят об этом, я сейчас закончу уже ответ, как о том, что если Россия пришла, она гарантированно тут выигрывает. И несчастная Украина, будучи поделена на ГДР и ФРГ, будет там существовать остаток времени. Так надо же еще выиграть у нас военным путем. Это далеко не предрешено, мягко говоря. А представьте себе, что они проиграют или хотя бы ничья. Для нас сведение в ничью это победа огромного значения. А для них сведение в ничью это поражение огромного значения. И начинается обратный откат. Политический кризис уже в России очень тяжелый. Внутриполитический, связанный с внешнеполитическим тяжелым, с потерями совсем, с дезорганизацией вооруженных сил. Это может кончиться концом России вообще-то на секундочку. Это авантюра. Но если они хотят в нее поиграть, на здоровье. Мы готовы. Вот тут вопросы. Я вас спрашивала по поводу, если с территории России бить по Киеву. А спрашивают, что может почать бомбить Львив и Римна с Белоруссией? Ну, как это... Ну, теоретически можно себе представить, что российские самолеты и даже уговоренные белорусы радостно взлетают. Так их там 20 штук. Всего на свете и истребители-бомбардировщики в среднем, по-моему, 5 или 6 и нанесут какой-то отдельный удар. Ну, во-первых, у нас своя истребительная авиация есть. Простите, 100 штук истребителей. Во-вторых, у нас хоть 53 батареи, 51 дивизиона ПВО на дежурстве стоит. То есть, если вы думаете, что это так просто прилетело и отбомбился, то, поверьте мне, это очень-очень сложно. Очень-очень сложно. Кроме того, авиационные удары эффективны только, когда они наносятся массировано. 150-200 самолетов за раз прилетают. Россия, отвоюя в Сирии, не нанесла ни одного даже группового удара на авиационную, потому что групповое, надо 15, 20, 30, 40 самолетов. И наносят парами. В лучшем случае четверками. А это очень низкая эффективность. Это с Бармалеями так можно воевать. А с современной армией украинской близко такого нельзя. Или с экономикой такой. Вы вспомните, можем просто сравнить по аналогу. 1999 год, операция НАТО, объединенного против Югославии. Югославия, это три украинские области из 26. НАТО отстреляло оттуда все, что могло. Одних крылатых ракет несколько сот. Два месяца бомбили там все авиации, которые не чета российская, уже тогда была не то, что на три головы, в сто раз круче и качественной, и количественной и так далее. И что, Югославы очень сильно это все заметили. Войска в Косово как были, так в полном боевом порядке и вышли оттуда из этого Косово. Никакой наземной операции не дошло, потому что НАТОвцы поняли, во что им это обойдется. Ну, покрошили электростанции, попали по китайскому посольству, попали в поезд, разрушили два моста и так далее. Говорят, что Сербия сейчас сильно экономически страдает или она как-то быстро очень восстановилась и у нее все хорошо. До сих пор ведет переговоры с тем же НАТО, с ЕС и так далее. Это же Сербия и все огромное НАТО, а это огромная Украина и какая-то там Россия, понимаете. Ну, это же просто ни о чем. Просто ни о чем. Я не знаю, насколько безумными людьми надо быть, чтобы планировать при этом соотношение сил и средств к кампанию военную против Украины. Они нарвутся на проигрыш здесь. Нарвутся гарантированно практически. Поэтому, даже если все будет, все случайности будут в их пользу, а мы будем криворукими, косыми, слепыми и глухими, то все равно они не вытягивают. Нет решающего превосходства. Если вспомнить такие эпизоды, как оборона ДАПа, вспомнить такие эпизоды, как, например, в Дебальцевской операции обороны, оборона Валеры, этот самый, как это, взводного опорного пункта, то, где ребята наши подбили три танка как в Великую Отечественную войну, просто с гранатами кидаясь под них. Ну, так, можете представить, что вы лица обороны Украины, в какую цену. Или Дебальцевскую операцию забыли? Я говорил, 12 тысяч убитыми и ранены. Где-то 2 600 убитыми, остальное ранены. Вот месяц они пытались взять несчастную Дебальцевскую кишку в идеальных для себя военных условиях. Но пусть попробуют повоевать со всей украинской армией. Ну, тут еще вопрос. Тут как раз пишут и там про женщин, которые пойдут воевать. Женщины не пойдут воевать. Это не поддерживать эту дурь. Это российская компания, подхваченная, растержированная, и очень сильно россияне в нее вкладываются. Есть анализ соответствующий. Есть анализ того, как подавалось, распространялось. Военный учет, про который идет речь, это всего лишь перепись населения, фактически. Имеет те же самые цели. Государство должно понять, какой у него моб-ресурс. Что у него есть. Ситуацию, в которой женщин призывают, я себе не могу представить даже технически. Хотя, если там сложится ряд обстоятельств исключительных, полномасштабная агрессия, длительная агрессия, потому что полномасштабные боевые действия сейчас будут идти 30 дней максимум. Длительные. То есть тут бы мужиков успеть отмобилизовать за это время и отправить в бой. Ну, представим себе, что она длится полгода. Даже если их призовут, призовут далеко не всех, призовут на тыловые специальности, то они будут сидеть в штабах укрепленных и защищенных. У журналистов, кстати, мы есть в списке профессий, кому надо пойти. Чтобы мужиков высвободить и 2-3 бригады мужиков, которые, без того, чтобы сидеть и печатать на машинках, они пойдут воевать непосредственно с противником в ближнем бою. А женщины как раз заместят их. А если их не заместить, 5 тысяч мужиков, вместо того, чтобы воевать на передовой, будут сидеть в штабах и печатать, заниматься работой, которая, ну, как это, небележачего. И проблема в том, что, когда речь идет о военном учете женщин, акцент не на женщину должен стоять, а на мужчину, который высвобождается таким образом для фронта. Вот о чем речь идет. И то, я не знаю, ну, какие обстоятельства должны стоять, это практически нереально сейчас, чтобы женщин призвали. А почему это случилось? Потому что все очень просто. Верховная Рада приняла закон об основах организационно-мобилизационной политики новой, и сделала точно соответствующий всем стандартам НАТО и евросоюзовским стандартам в общемировой практике. Оно это провело все. И военные в соответствии с этим честно выписали специальности, которые должны стоять на учет. А когда врачи-женщины с первого дня, когда они в медицинский университет поступают, либо колледж находятся на учете как военно обязанной, это никого не смущает? 18-летние девочки. Почему против этого никто не возмущается? Или врачам как бы положено, так как даже в этом списке большинство врачебных специальностей подавляющих, еще две трети это врачебные специальности. Ну, то есть это просто из ничего этот самый... Мне только мемы понравились, которые ходили на эту тему. Но острота компании, вот это вот возмущение народное и так далее, это чисто российская история инспирированная, классическая. Я видел схему, ребята анализировали. Мне и так видно привкус, почерк и так далее. Ну, схему показали, и это, конечно, там очень четко видно, откуда и как разгонялась российская история. Сорвать мобилизацию их главная задача. И она недовольна успешно, но информационно они могут поставить себе за счет за вот эту компанию постановки «Женщин ночью». Хорошо отработали, молодцы. Я вот сейчас могу сказать это не точно, но мысль я передам правильно. То, что Вадим Карасев говорит по поводу Украины, что мы слишком маленькая страна для мира, но слишком большая страна для Европы. И нас, ну, грубо говоря, и даже Россия, если нападет, ну, нас не смогут переварить. Вот мы, мы вот такие вот, с нами сложно что-то делать. Ну, технически невозможно, но представьте себе, ну, Чечня, Чечня половина Киевской области по размеру. Вот россиянам понадобилось провести две чеченские войны, чтобы там как-то усмирить сопротивление и так далее, и так далее. И то, пока Кадыров не перешел на их сторону, как бы, да, и чеченцы не начали воевать с чеченцами, эту проблему они не могли решить. И 93% бюджета Чечни это российская дань, они дань выплачивают Чечне. То есть только поэтому нет третьей чеченской там и так далее. Вот половина Киевской области, они хотят захватить восемь, то есть 16 чечней одновременно. чтобы взять Грозный, чтобы там вот это все, ценой его полного разбамбливания, там и прочее, прочее, ценой колоссальных, потерь 16 тысяч только убитыми первой чеченской войны, это российские солдаты, по российским источникам, десятки тысяч раненых, они собрали 150-тысячную группировку. Вот у них сейчас 145, ну 175 на пике, но им хватит на взятие одного какого-то города. Сейчас, конечно, говорят, война другая, суперманевренная, бла-бла-бла, пятая-десятая, так и украинская армия, это же не чеченские бойцы сопротивления при всем уважении. Мы же будем их встречать там оперативно-тактическими ракетами, понимаете, всем артиллерия, авиация и так далее, это лучшая артиллерия в Европе и Украине. И поэтому как бы, на что можно рассчитывать, я вообще не представляю себе. На храбрый воздушный десант, на что они там рассчитывают, на удары авиации, артиллерии. Вот они пытались ударять по малюсенькой несчастной Грузии, по сравнению с ними. 16 самолетов, как это, в 16 самолетов попали ракеты грузинской стороны. 6 сбиты по самым скромным сведениям. Есть сведения, что 8, а есть и вариант 9. И 14 получили поражение, понимаете, непосредственно поражение там осколками, прямым попаданием и так далее. Там дотянули на честном слове на одном крыле. Это Грузия. Там этих ПВО было, там 10 комплексов, которые стреляют. На что они рассчитывают здесь? У нас 51 дивизион на дежурстве. Дивизион, короче, по ним будет стрелять порядка 300 с лишним комплексов. Понимаете? Ну, куда? О чем они говорят? Ну, если они настолько безумные, ну, пожалуйста, на здоровье. Хотите попробовать? Давайте посмотрим, чем это кончится для вас. Вот сейчас очень теоретически. Мы все в Украине надеемся, что полномасштабных военных действий не будет. Никто не хочет дополнительной крови. Все хотят все-таки мирно развиваться. Но с точки зрения, мы сейчас видим последнее время, да, вот половина уже президентского срока Зеленского. Начинается активизация, ищется альтернатива, начинаются какие-то яркие движения, опять говорят про парламентские перевыборы, возможно, и досрочные президентские выборы. Если война это укрепит или ослабит власть Зеленского? Смотря как она пройдет. Но даже если она пройдет в самом плохом варианте, там мы потеряем часть территории и так далее, будет зависеть от позиции Зеленской. Вот здесь я спокоен абсолютно, потому что я знаю, кто такой Зеленский, какая у меня психология. Зеленский – боец. Как работает общественное сознание? Оно очень инерционно. Очень такое, как бы, медленное в реагировании. Вот он человек занимался всю жизнь политической сатирой, и к нему прилипла, как бы, мем-клоун. Но если бы внимательно на него посмотреть, вот трезво, как, например, в спецслужбах учат оценивать человека, то мы видим, что он построил из ничего, будучи хлопчиком из квартала, провинциального города относительно, он построил огромную медиаимперию, которая зарабатывала десятки миллионов долларов на политической сатире, на съемке кино. И возглавил крупнейшую европейскую страну во время библейского разлома ее истории. Возглавил. Президента может быть кто угодно, но дураки туда не попадают. Точно. И люди без бойцовских качеств туда не попадают. Теперь вопрос степени этого ума и степени бойцовских качеств. У Зеленского малого опыта, он не профессиональный политик, он очень многого не понимает даже до сих пор. Ну, ну, то есть советники и всякое такое. Никто не понимает всего. Никогда. Но с бойцовскими качествами у него более чем все в порядке. Вы бы только тупо посмотрели. Наши враги как раз его очень хорошо оценивают. Посмотрите, что про Зеленского говорят на ток-шоу российских. Они же рассчитывали, что актеришка, мы его продавим, мы его знаем, что там от самого Ишева продавили. Порошенко сдал гораздо больше всего. Который лепит из себя образ Геттмана, защитник Украины. Он сдал с потрохами. Первый, второй Минск. Это кошмар, из которого Украина будет десятилетиями выбираться еще. У Зеленского не уступил вообще ничего. Вообще ничего. И я просто знаю, какие разговоры он ведет с генералами, с военными. Какие задачи он им ставит. Первый боец в Украине будет Владимир Зеленский. Если что-то начнется. Это значит, что даже если война пройдет не очень удачно, благодаря его патриотической решительной позиции все у него будет в порядке с рейтингом и с властью и со всем остальным. В контексте, опять же, мобилизации и в контексте надвигающейся войны сейчас Владимиру Зеленскому многие, в том числе украинские блогеры, вспоминают, что он в армии не служил. Насколько это ему помешает? Так а сколько людей в армии не служило, которые пошли в Довровольские батальоны в 2014 году и отлично воевали? Ну, отлично, может, не скажу, но, по крайней мере, храбро воевали. По поводу профессионализма можно поспорить. Я как кадровый военный отношусь настороженно ко многим достижениям добровольческих батальонов, скажем так, но могу сказать, что храбрости им было не занимать. Это храбрости и выданности и так далее. Их не смущало, что они тогда в армии не служили. А теперь они герои. То же самое будет в Зеленске. Только Зеленске уже возглавляет страну два с половиной года воюющего. Не забывайте это. Он же не тот хлопец, который в 2014 году не знал, что куда и как, и вообще с какой стороны берется за автомат. Два с половиной года возглавляет страну, воюющую, командует. Или Барактар сам полетел и применился там на востоке. Вопрос военный. Не разбираюсь. Надеюсь, что не читают глупости. С времен войны в Афгане не нашли противодействия Стингерам? Не нашли. Если американцы дадут Стингер, то авиация российская и так будет очень весело. Но у нас, поверьте, без Стингера хватает, чем защититься. И просто ПВО бывает ПВО страны и ПВО сухопутных войск. То есть страны, она защищает большие критические объекты инфраструктуры, электростанции, склады, мосты, правительственные учреждения и так далее. А ПВО сухопутных войск защищает, ПВО войсковой, ПВО защищает войска в поле. И по ним работать очень сложно. Это доказывает историю украинской авиации на Донбассе, когда ее пытались применять. Применяли, точнее, в летом 14-го года мы потеряли, по-моему, под 20 летательных аппаратов. Часть из них это были вертолеты, Ми-24, часть из них была штурма ЮКИ-125. Ну вот история по Толовайскому. Когда этот знаменитый летчик, фамилия Навэ, который застрелился, будучи директором Николаевского араборта, к сожалению, он рассказывал, они зашли, уже когда разгромлена наша колонна была выходящая, ну и последние там остатки боевши, они зашли, оказывая поддержку, нанесли удар по российскому дивизиону. Гаубицы и РССО, он и его ведомы. И тут же сбили их. Одного из них сбили. Ну, самого этого дочка. Это показывает из ПЗРК, кстати, сбила российский группировка, российский солдат какой-нибудь там героический. Ну, вот это показывает, что насколько это непростая вещь. То же самое будет и с ними, по аналогии. Или у них какие-то особенные СУ-25, точно такие же, как у нас, Драндулет. Ну, поэтому они будут десятками будут падать здесь. Только когда украинского летчика будут сбивать над украинской территорией, он будет спускаться на паршюте сюда. Как его будут встречать внизу? Он герой навсегда. Его под белые руки возьмут девочки, занесут в госпиталь. Там будут кормить с ложечки, обнимать, целовать, измаживать шоколадом, да и помадой и так далее. А российского летчика, который бомбил только что украинские территории, как будут внизу встречать? Если люди думают, что это добавляет настроение российскому летчику, который взлетает и вот заходит в воздушное пространство Украины, ввести воздушный бой, воевать, понимая, что если его собьют, он приземится на головы тем людей, которых он только что бомбил, и будет очень горячее украинское гостеприимство, то настроение не добавляет. И ручки дрожат, и на особо рисковое действие не хочется идти и так далее, и так далее. Напоминаю, что в Грузии после того, как сбили первых три самолета российских, все остальные военные, сбитые, были в звании от майора и выше, и у всех был алкоголь в крови. По очень простой причине, потому что капитаны, лейтенанты и старшие лейтенанты отказывались взлетать. Летчики отказывались. Когда 400, что на века взлетает, а возвращается один или там два с побитым крылом, настроение падает резко раз и навсегда. Понимаете? И поэтому командирам эскадрильи, замкомандира полка, командирам полков, посмотрите список сбитых и погибших летчиков, на каких они должностях, а в каких они званиях. Приходилось как бы уже личным примером бла-бла-бла, но без алкоголя не обходилось. Это очень стрёмное дело. Куда-то лететь и кого-то побить, я могу сказать, как летчик. Я летчик, конечно, на спортивных самолетах, но могу себе представить, что такое искать там в поле танк. Когда по тебе все стреляет, поверьте мне, это удовольствие очень сильно ниже среднего и боевые результаты такие же будут. Поэтому, ну, я вот, народ же откуда читает, особенно не военный, откуда он черпает свои сведения. Он читает там российские телеграм-каналы, смотрят телевидение украинское, где куча наших политологов, там, высоколубих дядей говорят, что вот мы не можем сопротивляться страшной России, мы не потянем, посмотрите соотношения, там, они пульнут ракетами и так далее, и так далее. Но проблема в том, что сегодня рассуждают все обо всем. Как можно говорить о том, что Россия нанесет какие-то удары, если человек-то не в состоянии назвать ни тип ракет, ни их количество, например. А уже, ну, все берутся рассуждать. Когда домохозяйка мешает борщ на кухне и смотрит, мы же ничего не сможем сделать, какой кошмар. А то, что удар этот будет, вот такой вот, как соловинкой потыкать в танк, понимаете, да. Во-вторых, мы сможем ответить и перехватывать, и ответить, а на этого просто не знают, никто не разъясняет. Ну, вот благодаря политеке и вам я имею возможность внести некоторую долю успокоения в это. Это не может не радовать, будем надеяться, что до этого не дойдет, но если что-то, мы, конечно же, победим. Я сейчас хотела бы с вами обсудить вопросы. Спасибо большое, что вы пишете. Еще вот под конец хотел бы спросить, потому что спрашивают все время о судьбе Порошенко, вообще, как вы понимаете, когда он вернется. Если можно, то коротко, и я хочу задать еще один вопрос от себя. Я не хочу комментировать Порошенко. С Порошенко мне все давно ясно, но поскольку наши зрители спрашивают, я отвечу. Значит, человек, который претендует на звание Гетьмана и возглавителя, спасителя нации, должен абсолютно безосновательно и за счет политтехнологий, но и придуманного там и отсутствия альтернативы на так называемом патриотическом фланге, ну, допустим, он должен поступать как Саакашвили. Он должен поступать как Навальный. Навальный вернулся из Германии, где на Западе мог бы оставаться политиком изгнания и сел в российскую тюрьму. Такая ситуация уже Медведчук, который не уехал, остается в Украине. который мог спокойно уехать в Россию, будучи кумом Путина на секундочку, он остался в Украине. То же самое сделал Саакашвили. Поехал и сел в грузинскую тюрьму и говорят, у него огромные проблемы со здоровьем, там так или иначе. Вот это политик, который претендует на лидера нации, а вот это несчастное пузатое существо, которое отсиживается в Польше и грозит пашем, что у то я приеду и вступлю в переговоры с этим самым, с правоохранителем вам все станет плохо. Он кто угодно, но не лидер нации. Человек, который снимал с бульдозера восставших 1 декабря 13-го года, кто угодно, но не лидер нации. Человек, который добровольно говорят, притащил Захарченко и этого самого Плотницкого, чтобы они подписали Минские соглашения, хотя россияне даже не думали над этим настаивать. Кто угодно, но не лидер нации. Человек, который проходит по одному уголовному делу с Медведчуком, по одному уголовному делу, как люди, финансировавшие боевиков российских, точно кто угодно, но не лидер нации. Но тут надо еще доказать, по уголовному делу проходить может каждый. Как это вы понимаете? Доказать и знать это разные вещи. Я знаю, что было на самом деле от непосредственных исполнителей. Докажет ли суд это? Мы посмотрим, это уже вопрос к себе. Так, теперь вопрос от меня. Просто я на днях, вот смотрю, что это за 26 декабря, прочитала статью, которая меня шокировала. Это российская история. Называется она такая военных контрактников обложили данью в российском городе. Да, для наших зрителей, которые не знают, в городе Юрга Кемеровской области местные жители обложили данью, точнее, местный криминалитет обложил данью военнослужащих контрактников различных рангов. Об этом сообщила глава Ассоциации Комитета солдатских матерей Светлана Голубь. Передают за это разные российские издания. По ее словам, в месяц военных удается получить по 300-400 тысяч рублей. Дальше прямая цитата «военным угрожали, шантажируют, а порой применяют физическую силу. Служащие боятся обращаться в правоохранительные органы и вынуждены безропотно платить дань». То есть против такой армии мы будем воевать? Но эти люди собрались нас покорять на секундочку. То есть их как чмошников там гоняют, криминалитет местный этнический, да, они ничего противопоставить этого не могут. Это, между прочим, говорит о том, что даже контрактники, это, не знаю, в этой же стихе считалось, что контрактники, которые в Сирии были, вынуждены тоже платить. Это 74-я отдельная мазострилковая бригада очень активно использует и в Сирии, и в подразделении, и в Украине используют постоянно на ротационной основе. Но вот эти храбрые ребята, которые там якобы там что-то куда-то и как-то, они вот нас собрались покорять Украину. Представляете, сейчас криминалитет подъезжает под воинскую часть, где украинские контрактники и попытаются сбить деньги. Ну, время жизни, секунд 15 у них исчисляется после этого. Российские позволяют себя нагибать по этим дворам. Это вообще очень распространенное явление в России. Все, что вот в Восточном Урале, там норма, когда сбивают, там же, когда они обратились за защитой, российские военнослужащие, обратились в прессу, потому что уже не знали, куда сдеваться, потому что в сговоре командования частей, правоохранительные органы и так далее, им просто одеться будут. Они дают командование, объединившееся с криминалитетом и с криминалитетом в погонах дают собственных солдат. То вы начали вкидывать такие же случаи. По России пошла полемика. Доили военнослужащих с одной из баз Северного флота, где базируются ядерные подводные лодки, которые вообще судьбу мира определяют. Они платили дань, понимаете, офицеры подводной лодки, ядерные, на боевом дежурстве находящиеся. Какие летчики там, был, какой-то летчик в Липецком центре его там доили в переподготовке российских летчиков. И вот все, что в Восточном Урале, там уже московской власти особо нет. И там, как это, хозяин, медведь хозяин, медведь прокурор, тайга, как это, как это, и все такое. И, ну, там Кадыров грозил, значит, что он там завоюет Украину. Ну, и бы порядок навести в собственных воинских частях со своим криминалитетом, которые, да, которые дуют солдат. Потому что Россия государство, которое делает ставку на военную мощь, на военный пафос. И вот, когда бандиты пинают солдатиков там в подворотнях и отбирают у них деньги, заодно с прокурорами и так далее, и так далее, а в чем, какая страна, может ли эта страна выставлять ультиматум НАТО и что-то всерьез требует. Нет, конечно, это дутый мыльный пузырь, фабрика по производству понтов. И я к ней так всегда относился, не потому, что я там, как это, должен говорить правильные слова, потому что я на деле знаю, кто они такие. Понимаете, российская армия, это, войско бесправных людей, которых там шпыняют, гоняют и обижают все коммунили. И эти люди собрались завоевывать потомков казаков. Вот сейчас я не могу найти вопрос и точно его зацитировать, но давайте общую мысль о том, а возможно ли удары, ну, в случае агрессии, из Украины по территории Российской Федерации, ракеты? Я этого говорить не буду, потому что, ну, это сейчас было, слишком остро прозвучало, когда идут переговоры, очень важные, Украина, Россия, Запад и так далее. Я скажу так, нам есть чем ответить, и мы ответим. Так, ну, хорошо, все, в принципе, политкорректно, правильно, я не ожидала более жесткого ответа. Алексей, давайте вот под конец программы, все-таки в этом году это наша с вами последняя встреча, я надеюсь, что в январе мы сможем продолжить с новыми силами. Через неделю будет очень горячо и очень серьезные новости. Как раз будет консультация в разгаре, но мы с вами будем что обсуждать. Это вы имеете в виду уже в трехсторонней контактной группе? Не-не-не, трехстороннее следующее заседание аж 26 января. Я имею в виду вот эти переговоры, консультации, НАТО, Россия, США, Россия и так далее, которые будут 10-13 января. Вот как раз через две недели мы должны встречаться. Ну, значит, обязательно в этой студии обсудим. Сейчас давайте ваше предположение, какие тенденции из 2021 года будут актуальны в 2022? Если говорить о таких вещах, подниматься на такие высокие уровни, то можно говорить, что продолжится ковидное безумие, это все никуда не денется. Будет нарастать внутриполитический кризис в коллективном западе, в Соединенных Штатах и в Европе очень сильный. В Европе, прежде всего, энергетический, в Соединенных Штатах политический кризис. Россия и Тайвань, вернее, Китай продолжат качать свои права очень сильно по всему миру. И вообще мир начнет после ухода США из политики международного жандарма, судей, они с мировой арены после Афганистана. Сейчас начнется война всех против всех. Ситуативные блоки, возмущения, войны там, здесь договорились, здесь посолились, повоевали, быстрые союзы совпадают, распадаются и так далее. И Украина будет одной из территорий, вокруг которой идет возня. Она сейчас, сейчас мы главное преткновение между Россией и Западом. Так что мир приходит в очень горячую фазу войны всех против всех, причем всех видов войн, экономических, цифровых, медицинских, военных, каких хочешь. И нам, если мы хотим в этом всем выстоятельстве, остаться, с исторической судьбой остаться независимой страной, уцелеть, и не потерпеть каждый из нас личную катастрофу, потому что, поверьте, если Украина предстанет быть независимой страной, это означает и личную катастрофу для каждого, то для ее имущества и так далее, то не надо устраивать кампании противомобилизации или военного учета, потому что между нами и личной катастрофой каждого стоит только те, кто как это, под воинским учетом и кто-то готов пойти воевать. Все, другой защиты нет. Алексей, большое вам спасибо. Я думаю, мы можем обратиться к зрителям, поздравить их с Новым годом. Да, я призываю всех, поздравляю всех с Новым годом, желаю вам счастья, здоровья, удачи всяческой. Вне зависимости от ваших политических взглядов, даже если вы не любите персонально, лично меня, или команду президента и так далее, я все равно желаю добра, счастья и мира. Для того, чтобы был мир, счастье и добро, надо внутри себя делать ставку на счастье, мир и добро, когда вы обращаетесь к людям и пытаетесь этот сам. Есть люди, которым надо жить в мире, где их предают, где все против них, где страшные предатели. Это психологическая потребность, это не имеет никакого отношения к реальности. Если у вас такая потребность, то забудьте ее хотя бы на новогодние праздники и вспомните, что мир, покой, семья – это главные ценности человечества. Я желаю, чтобы не было войны, чтобы та война, которая шла, остановлена была, новая не началась. Но если вдруг что-то произойдет, знайте, мы делаем все, чтобы это, во-первых, не произошло, а во-вторых, сделать так, чтобы она была, даже если она случится, она прошла с минимальными последствиями для нас и с максимальными для агрессоров. Работаем мы с союзниками. Поэтому даже самого страшного сценария бояться не надо. Он кончится катастрофой для Российской Федерации, для кремлевского режима. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Поэтому желаю счастья, мира, добра, покоя в доме и чтобы детский смех был, праздник, и не было никогда войны. Не сейчас, не потом. Счастья, здоровья, удачи. Как говорил Штирлиц в культовом советском фильме «За нашу победу». Так, у нас здесь вода. Ну что ж, спасибо большое, что вы были с нами в течение всего этого сезона медийно-ютюбного. Оставайтесь все в следующем. Подписывайтесь, если вы не успели. Комментарии, лайки, все приветствуются. Спасибо за то, что были активны и писали вопросы. Спасибо за поздравления. Встретимся в новом году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...